Билет 18. Первый вопрос. Политика царского правительства Беларуси в конце 18-го, начале 19-го веков, Беларусь во время Отечественной войны 1812 года, Полский Церковный Собор 1839 года. Шляхта Речи Посполитой после разделов страны стремилась восстановить свое государство и тайно готовила восстание, желая подрывать основы Российской империи. Та, в свою очередь, хотела ослабить влияние шляхты на местных жителей. Для этого проводилась политика разбора шляхты, по которой каждый шляхтич был обязан присягнуть на верность империи и подтвердить родословную документом. Мелкая и средняя шляхты таковых не имели, поэтому теряли свой статус. Для плавного включения новых земель в российскую жизнь, остатарское правительство оставило униадство и статут ВКЛ 1588 года. Хотя большинство шляхты и присягнуло на верность новой власти. Часть с таким положением дел не согласилась и подняла восстание в 1830-1831 годах. После его подавления политика России стала агрессивнее. Были ликвидированы статут ВКЛ 1588 года, униадская церковь на Полоцком церковном соборе 1839 года устранена и переведена в православную. Новым явлением стали подушный налог с каждого мужчины, а также рекордская повинность, 25-летняя служба в армии. В 1794 году была введена черта еврейской оседлости, из-за которой белорусские и украинские города и местечки вскоре стали перенаселены представителями еврейского народа. В годы войны 1812 года многие шляхтичи понадеялись Наполеона, обещавшего им восстановить ВКЛ. Чтобы не потерять военную поддержку этих феодалов, Александр I сам начал содействовать подготовке аналогичного плана, названного в честь его автора, Агинского. И Франция, и Россия обманули местных шляхтичей. В июне 1812 года армия Наполеона вступила в Вильно. План вынудить Россию подписать мир не удался, российские войска отступили и соединились под Смоленском. В боях под Полоцком отличился Кульнев, отряд которого разбил врага. Генерал Ираевский, сражавшийся под Могилевым, будучи смертельно раненым, снял свой мундир, дабы враг не ощутил значения добычи. Неудачно атакуя четыре месяца Бобруйскую крепость, Наполеон планировал дойти до Витебска и заключить мир. Неоднозначная Бородинская битва 1812 года привела к отступлению армии Франции в сентябре 1812 года. Решающая битва произошла у деревни Студенка близ Борисова. Переправиться через Березину смогла лишь десятая часть наполеоновской армии. Крестьяне, надеявшиеся на отмену крепостного права в начале войны, ощутили на себе все прелести военных реквизиций, сокращение посевных площадей, поголовье скота и утраты своих семей. Недовольство простых жителей выросло в партизанское движение, в котором себя проявили крестьяне деревни Жарцы под Полоцком. После войны они были выкуплены из зависимости самим государством. Война привела к серьезной хозяйственной раздрухе белорусских земель. Второй вопрос. Развитие науки и образования, литературы и искусства в БССР во второй половине 50-х-80-х годов. Научная жизнь представлена разработчиком эффективных технологий механизированного освоения заболоченных земель академика Мацепура. Климук и Коваленок стали первыми космонавтами из БССР. Созданием ядерного щита СССР занимался Зельдойч, который самостоятельно без высшего образования изучил высшую математику, исследовал порох для Катюш, был одним из создателей советской водородной бомбы. Современные самолеты Беларуси конструировал инженер Сухой. Образовательная система обзавелась ПТУ готовящих рабочих. В 1970-е годы был осуществлен переход к всеобщему среднему образованию. Насчитывалось более 30 вузов и около 200 тысяч студентов. В литературе писатели отражали войну. Например, Адамович написал произведения «Партизаны» и «Хатынскую повесть», Василь Быков, «Жураливный крик» и «Альпийскую балладу», «Сотникова». Писатель был крайне неудобен советской власти, так как отражал правду. Иван Мелиш написал о «Люди на болоте», «Дыхание грозы», произведения о белорусском крестьяне межвоенного периода. Короткевич посвятил свое произведение Беларуси XIX века, восстанию Калиновского в произведении «Колоссия под серпом твоим», а повестью «Дикая охота короля Стаха» положила начало историческому детективу. Шемякин писал о войнах и революциях, тревожное счастье, Петроград, Брест и другие. В произведении «Злая звезда» описан Чернобыль. Те же темы отражены и в живописи. Художник Савицкий написал цифры на сердце о пленении нацистами. Картина «Партизанская Мадонна» отражает мать партизанов. Кино снимал «Беларусьфильм», к примеру, «Полонез Агинского», «Девочка ищет отца», «Миколок и паровоз», «Часы остановились в полночь», «Про убийство Кубы» и «Белые росы». Режиссер Виктор Туров был одним из самых известных. Фильм «Через кладбище» вошел в число 100 лучших фильмов мира о войне по решению ЮНЕСКО. Михаил Паташук снимал исторические фильмы. «Возьму твою боль», «Черный замок Ольшанский», «Знак беды». В музыкальной жизни популярным ансамблем являлись песниры во главе с Мулявиным. Третий вопрос. Соотнесение событий в истории Беларуси с общественно-политическим процессом. Определение общественно-исторического процесса, которым свидетельствовал созыв Первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 года. Созыв Всебелорусского съезда состоялся после Октябрьской революции при условии признания представителями Белорусского национального движения советской власти. Участники съезда признали Всероссийскую советскую власть. Однако проигнорировали ее существование на территории Западной области. Делегаты съезда представляли все слои белорусского населения и различные политические организации. На съезде развернула дискуссия по поводу определения формы белорусской государственности, про возглашение Беларуси равноправной республикой в составе Общей Российской Федерации или самостоятельной народной республикой. Решение съезда о необходимости создания Всебелорусского совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов как временного органа власти, свидетельствовал о процессе оформления национальной формы белорусской государственности на советской основе, носителем которой являлся белорусский народ. Спасибо за просмотр видеоролика. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также у нас есть сообщество ВК, в котором можно встретить единомышленников и найти уникальные материалы в помощи в изучении истории. До новых встреч!